Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в магазин КОЗ, канадский магазин КОЗ, вернее, магазин КОЗ не канадский, но находится этот вот магазин КОЗ в Канаде. На витринах нас сразу встречают сообщения о том, что у них сейчас распродажа летней коллекции, до 50-70% скидки, что, конечно, не может не радовать, и мы с удовольствием отправляемся внутрь, чтобы проверить, что на самом деле происходит внутри. Во-первых, внутри происходит новая коллекция летняя, или она уже даже не летняя, потому что вот я вижу, что свитера, возможно, это уже осенняя коллекция. Цены вот я вам показываю, вы видите, наверное, их сами, и... ну да, я думаю, что это осенняя коллекция, потому что уже висят свитера, висят вещи-таки более с длинным рукам, хотя трудно сказать, я не знаю. Вообще, магазин КОЗ отличается лаконичностью своих фасонов, расцветок, но, тем не менее, всегда можно найти что-то яркое, что-то такое. Ну, в общем, я нашла. Я и в магазине КОЗ нашла цветочки. Ну, не цветочки, но почти. Ну, вот сейчас я вам снимаю, показываю. Это, в общем-то, вот такой типичный для КОЗ, для КОЗ способные цвета, расцветки очень лаконичные, базовые, бежевые, черные. Вот это платье интересное. Вернее, оно такое, вроде бы, и ничего особенного на вид, но мне очень понравились рукава, такие необычные. Посмотрите, я сейчас покажу поближе. Стоит оно, по-моему, 179 долларов. Какая-то такая вышивка белая на рукавах, абстрактная такая фигура. И вот смотрите, какие интересные рукава. Они пышные, внизу они как бы зашиты такими складками. Получается очень красиво. Необычное платье. Ну, вот я нашла цветочки. Ну, это не совсем цветочки, скорее какая-то абстракция, но какие-то цветочки наблюдаются, правда. Красивое тоже платье. Интересная расцветка, интересный фасон. Необычный такой. Тоже в нем красивый рукав. Потом я покажу поближе. Я, кстати, его взяла в примерочную и буду примерять. Но хочу сказать, что примерки будут в следующем видео, как всегда, потому что видео получается очень длинное. Если и обзоры, и примерки, не все любят это смотреть. Вот платье парашют. Если говорить о платье парашюта, это самое что ни на есть парашют. Вот прям в прямом смысле этого слова. Такой ширины, такого количества тканей, платье, что его хватило бы, наверное, на небольшой парашютик. Если в нем вывалиться из самолета, то, наверное, можно долететь до земли, используя в качестве парашюта. Но эта шутка, конечно, на самом деле она очень широкая. Я его тоже примеряла, и оно просто невероятной ширины. Но интересные тоже вот рукава интересные, интересные банты какие-то на рукавах, сзади бант. Потом очень яркий, как оказалось, комбинезон. Я, честно говоря, думала, что это платье, вот карманы. У них, кстати, я хочу сказать, что в магазине Кост почти во всех платьях, во всех почти платьях есть карманы. Это подкупает меня, конечно. И я, в общем-то, для меня это очень большой плюс в одежде. Да, так вот, это оказался комбинезон. Я думала, что это платье и очень красивого такого цвета, даже не горчичного, а, ну, в общем-то, горчичного, да. Вот тоже очень красивого цвета такой сарафан из сжатого хлопка. Теперь, вот глядя на этот сарафан, я вот что хочу сказать. Все эти вещи, которые я вам сейчас показываю, они все не на распродаже. Но, как ни странно, к моему удивлению, я заглянула на их веб-сайт. Нет, в Канаде нету веб-сайта магазина Кост. Вы не можете заказывать, вернее, вы можете заказывать, но вам присылают их с американского веб-сайта. И доставка стоит довольно дорого, и все цены в американских долларах надо переводить в наши. Там налоги, в общем, балаган. Трудно, трудно сориентироваться. Но я хочу сказать, что все эти вещи, которые у нас висят за полную цену на американском веб-сайте Кост, они все на распродаже, они все на сейле. И вот это платье зеленое, и то бежевое с интересными рукавами, и розовое, и вот этот горчичный комбинезон, они все-все-все на распродаже, а у нас вот нет. Так странно, в общем-то, это очень странно, и я, в общем, не ожидала, неожиданно. Кстати, вот купальники. Помните, в H&M я вам показывала, что последний виз купальников – это вот такой вот рубчик, такой вот купальник, такой ткани. Вот, пожалуйста, вам в Кост тоже такие висят. Так вот, я удивилась, когда я зашла на их веб-сайт, что почему-то у нас эти вещи еще висят за полную цену, а там уже, в общем-то, они на распродаже. Это обидно и несправедливо. Но, тем не менее, в принципе, теоретически мы можем оттуда заказывать, но, по-моему, это очень-очень сложная процедура. Не знаю, я, в общем-то, не решилась и не стала это делать. Очень красивое платье. Вот это потрясающее платье тоже на сайте американском, оно на распродаже, на селе, у нас оно за полную цену висит. Вы помните, я мерила, недавно примеряла платье Prada в одном из наших стоков. Там было платье Prada, похожее, такое темно-синее, тоже похожего фасона, широкая юбка, такой красивый лиф. И вот это платье, в принципе, где-то так напоминает то платье Prada. Это очень мне понравилось, с такой лаконичностью, с одной стороны, с другой стороны, роскошным, в общем-то, дизайном, фасоном. Такое, знаете, классическое завтрак у Тиффани. Ну, там было другое платье у нее, ну, в общем, что-то, что-то, что-то мне напомнило, навеяло. Украшения в магазине Кос всегда очень оригинальные. Я не могу сказать, что они мне нравятся. Это не совсем мой вкус, не совсем мой стиль, но я должна отдать им должное, что у них украшения всегда очень необычные, довольно-таки своеобразные. Я, в общем-то, в других магазинах такие не видела. Ну, вот жемчуга эти-то везде есть много, где и то даже я вам хочу сказать, что здесь они с какой-то добавкой еще какого-то такого синего камня, то есть не чистый жемчуг. А все остальные украшения, ну, действительно такие достаточно необычные, своеобразные, но не дешевые, конечно. Вот сережки, например, стоят 49, по-моему, 50 долларов для бижутерии. Это, в общем-то, немало. Ну, и не сказать, что очень много, потому что у нас есть магазины вроде, допустим, Банан Репаблик, Джей Крю, там украшения такие же пластиковые, такие же бижутерия. В общем-то, стоят примерно столько же, так что я не могу сказать, что это прям какие-то ужасные, безумные деньги. И вообще, я вам хочу сказать, что я заметила, или это такое у меня сложилось впечатление, что цены в Кос как-то немножко стали меньше. Или мне кажется, я не знаю, может быть, я не очень хорошо знаю магазин Кос. Повторюсь, опять же, у нас в Канаде он открылся сравнительно недавно. И у нас их очень мало, они не очень популярны, как я считала, в силу дороговизма. Но сейчас, вот я, глядя на их цены, убедилась, что, например, в Массимо Дути дороже, чем Кос. А качество, мне кажется, что в Кос даже и получше, если честно. Потому что вот ткани все натуральные. Я даже, в принципе, не видела никакой синтетики. А в Массимо Дути там, в принципе, синтетику можно найти, даже особо искать. Не надо, не надо особенно стараться. Огромная, совершенно огромная такая комната, где, в общем-то, есть вещи на распродаже. На сейле очень много сейловых вещей. Опять же, я думаю, что в силу того, что у нас магазины были закрыты, был локдаун, онлайн у нас продаж нет у магазина Кос в Канаде. Поэтому у них очень много чего осталось. Все это вот висит на распродаже. Причем я нашла здесь вещи, которые я уже видела, наверное, год назад. То есть, у меня такое ощущение, что всю свою коллекцию, все, что у них есть, они вывесили на распродажу. Оно потихонечку уценяется, уценяется. И вот они вот так вот, оно все висит, висит и уценяется. Вот это украшение на распродаже. Но ничего особенного. Там был такой интересный, типа, воротника. Воротничок такой. Ну, неважно, в общем. Вот на распродаже украшений совсем ничего не понравилось. Хотя они были по 50% скидки. И вообще все вещи на распродаже действительно 50-70% скидки. И, в общем-то, скидки хорошие, и цены довольно хорошие. Вот видите, свитера ведь явно же это еще с зимы висят. Потому что на витрине написано, что у них летний сейл, летняя распродажа. А в магазине полно зимней одежды, полно свитеров, которые, я так понимаю, не распродались весной, после зимнего сезона. Потому что магазины были закрыты. И вот они их продают сейчас. Свитера неплохие. Но, если честно, как-то сейчас не хотелось смотреть на свитера. Потому что довольно жарко. И, в общем-то, еще лето в разгаре. Хотя, как говорится, готовь сани летом. А свитера зимой. Нет, а свитера тоже летом. Сани и свитера нужно готовить летом, к зимнему сезону. Очень знакомое платье. Тоже, по-моему, очень старой коллекции. Я видела его очень давно и на блогерах, и в магазине. И вот они еще до сих пор. Причем у них скидка 50%, не 70%. То есть, как бы, еще не совсем такая сильная скидка. То есть, они уже так долго висят, а все еще вот держат 50%. 50% скидки, не больше. Платья эти все. Я, честно говоря, не помню, были ли они в прошлом сезоне или не были. Но, наверное, были. Просто я не все запоминала, что было в магазине. Вот сейчас будет платье, которое я точно помню, что были очень давно. Когда я еще сюда ходила в Кос, когда он еще был открыт. Вот перед предыдущим, после предыдущего локдауна уже, не помню, невозможно это все запомнить. Сколько раз уже нас закрывали. Вот это синее платье. Очень интересное. Мне очень нравится его дизайн. Оно необычное. У них были еще такие юбки. Я тоже к ней очень присматривалась. Вот юбка была такого же цвета, из той же ткани. Стоит оно 250 долларов. Стоило. Но сейчас на него 70% сейл. Но даже это как бы не очень дешево. Очень необычное платье. Красивый цвет. И такой вот этот дизайн. Вот эта вот... Я даже не знаю, как ткань. Оборки одна на другой. Это не оборки. Ну, в общем, вы поняли меня, да? Мне кажется, что оно немножечко выполнило меня. И вообще всех. Потому что вот это вот наложение тканей, слоев одно на другое. Оно как бы добавляет объем, как правило. Но на худенькую девочку вполне неплохо. Вот это платье тоже на худенькую девочку. Это такой трикотажный, вязаный трикотажный врубчик такой платья. Полотно, которое подойдет только очень стройным, очень худым девушкам. Хотя там была красивая расцветка, такая радуга. А вот это очень интересное, очень необычное платье. Сделано из какой-то такой блестящей шелковистой ткани. Интересный фасон. Вот этот пояс. Я потом тоже взяла его в примерочную. Я его в примере обязательно вам покажу. Много было платьев разных, разных размеров. Больше, меньше. Я долго ходила, рассматривала, выбирала. Посмотреть было на что. Даже на распродаже, наверное, посмотреть было больше на что, чем на новой коллекции. Потому что новая коллекция, я так понимаю, еще особенно не завезли, не довезли. А на распродаже, наверное, сезона два уже у них распродают, а не то, что не было продано сезон или два назад. Ну, что делать? Я могу их понять, а что делать с этими вещами? В общем-то, распродаться надо, несмотря на то, что как бы магазины закрыты были. Вот. Очень интересное платье. Я пыталась его понять. Я бы взяла его в примерочную, но там был маленький размер. Я не взяла его, потому что оно бы просто на меня не налезло. Я хотела... Мне просто было интересно посмотреть, что это. У него такой интересный фасон. Внизу вот какие-то накрученные узлы, какими-то бубликами там все скручено, накручено. Видимо, это интересно и красиво выглядит. Оно стоило 150 долларов. Сейчас тоже, по-моему, 70% скидка на него. Немножко юбок. Ну, вот брюк, кстати, много, а юбок совсем не было. Вот, собственно, вот эти вот только юбки и были. Я люблю юбки, но что-то у них как-то они не присутствовали в продаже, на распродаже. Видимо, все-таки юбки распродали. Одежды много, да, на распродаже. Много было интересного, интересных вещей. И, как всегда, легкая затравка. Для следующего видео мои примерки. Я надеюсь, что вы дождетесь их до следующего, до следующего видео. А на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Увидимся на примерках. Всего доброго. Ваша Дита. Пока-пока. Люблю, целую, привет из Канады. Пока. Bye-bye.